привет друзья рада вас видеть в прямом эфире все кто сейчас грустит дома не знает чем заняться давайте мы с вами поговорим о чем-нибудь жалуйтесь ой сколько народу сразу прилетело привет-привет подождем сейчас присоединение да классного дня ребят спасибо за комплимент помогите жалуйтесь всех вижу сколько сердечек кофточка стала розовая это другая кофточка я много кофточек спасибо вам за комплименты я тоже рада вас всех видеть и мы сейчас с вами на какую-нибудь тему поговорим у меня сейчас как обычно нету конкретно никакой темы ты богиню ой спасибо от богини слышу очень хочется с вами поговорить на какие-то темы жизненно важные которые вам важны жаловаться уже можно начинать бывает что я сходу сразу залетаю с какой-то темой но сейчас у меня в голове пусто ветер вот поэтому начнем сейчас а дальше как пойдет с ваших вопросов давайте так сделаем о первый вопрос ну или привет и мне прям очень нужно было сейчас не пойму что происходит столько всего прорабатывала марафоны и вдруг все сферы рухнули и деньги и внешности отношениях что это но какой-то трансформационный наверное момент давайте копать почему ты захотела чтобы так произошло потому что наша реальность это воплощение всех наших желаний и если с нами что-то происходит позитивное или как вы считаете негативное все это продукт наших желаний и зачем-то вы хотите себе в жизни такую перестройку возможно это какие-то новые двери на новые возможности какое-то ваше расширение если с отношениями проблема значит наверное кто-то стучится к вам классный клевый так что у вас там деньги рухнули это перемены может быть вы так сильно уработались во всех своих проработках что забыли наслаждаться этой жизнью забыли наблюдать что происходит вокруг недавно на клабхаусе я общалась с разными психологами кто знает эту соцсеть вот космическая соцсеть мне очень нравится аудио комнаты там вот где можно пообщаться с разными людьми и вот я вот пару дней назад общалась на тему с психологом что если мы бесконечно занимаемся этой психологии самокопанием трансформациями вот то мы закапываемся еще глубже потому что самые очевидные вещи которые нас могут вдохновлять которые нас могут мотивировать которые дают нам радость мы их просто упускаем из своей жизни мы перестаем жить вот здесь сейчас наслаждаться потому что мы все время тратим на самокопание вот я считаю что не надо закапываться бесконечные эти трансформации а попробовать просто взять и сделать себе отпуск от мозга нашего и просто неделю-две отдохнуть наслаждаясь жизнью просто вот как она есть без всяких там обдумываний решений каких-то просто насладиться вот что у вас вокруг происходит пообщаться с людьми обнять их всех расцеловать сказать как вы их любите сходить в парк полепить там сейчас зима снежки поиграться походить взять эти штучки на которых катаются сборок сейчас со снежных просто попробовать жить как нормальный человек вы бесконечно ищите не там где нужно потому что все ваши поиски они куда-то вас вводят непонятно а кто вот вот сейчас наслаждается скажите пожалуйста жизни вообще редкость наверное сейчас найти такого человека который бы просто жил и просто бы наслаждался а это же самое главное в жизни наслаждаться процессом вот то что вокруг происходит видеть этот прекрасный мир солнышко сейчас редкая которая выходит из туч зимы вот и мы просто о себе забываем в эти моменты у меня потопы вчера помещение родителей затопило сам узлах вода не останавливается ну если потопы я бы это интерпретировала как мы же творим реальность своим мышлением просто себе наблюдая вот эту киношку вокруг даем подсказки что сейчас происходит с нашим состоянием насколько мы готовы жить идти в перемены расширяться познавать этот мир вот они с самокопанием заниматься вот то потопы это значит что мы вы вступили на какой-то поток до вот этих событий но не можете его удержать пытаетесь с него уйти или не замечаете этот поток то есть вода для меня это как река которая меня несет вперед да но если она течет вот таким неконтролируемым способом значит вы не находитесь в синхроне со своим потоком даже не знаю как объяснить но я думаю куралай ты меня поняла потому что меня неоднократно слышала слушаешь вот поэтому я думаю ты меня прекрасно подняла о чем я сейчас девушка в красную так прекрасно и спасибо от прекрасной девушки ирины слушай или муж учит меня учит мне как работать как делать и что говорить что делать но во первых это вы где-то кого-то тоже также учите и не можете это в себе разглядеть это первый момент второй момент но вы же очень хотели заботы от мужа в очень хотели опоры от мужа вы навешали на мужа очень много ожиданий а он исполняет ваше желание все же хотят чтобы ваш мужчина заботился о вас все же хотят чтобы мужчина защищал вас чтобы он вам помогал был опорой вот он проявляет себя вот таким образом это же ваше реализованное желание а когда он это не делает мы грустим когда делает мы тоже грустим вечно нам все что-то не нравится давайте в этом найдем офигенно позитивную вещь финансы поют романцы константин деньги это перемена у меня очень хорошо в сериале деньги описано эта тема сериал деньги на youtube бесплатной по ссылке в профиле и умеющую книжка есть деньги где я прям подробно рассказываю почему нет денег ну во первых шаблон у нас тормозят различные денежные опять мне хочется прям ваш курс прорекламировать у нас сегодня в stories вышла рекламка где около тысячи шаблонов почему у вас нет денег люди писали участники марафона и и трансформировали эти шаблоны ведь когда у нас нет денег это наше желание у нас есть куча противоречивых желаний одно желание хочу деньги и тысячи противоречивых желаний почему я их не хочу и вот эти вот шаблоны мышления деньги это зло я не знаю куда их потратить как сохранить и либо я не знаю где их взять их нужно зарабатывать им не могут могут завидовать я не знаю как их инвестировать как их накапливать и так далее и тому подобное то есть вы избавляете себя от всех последствий которые могут возникнуть если у вас будут деньги то есть вы заранее себя избавляете если вы осознаете те последствия которые вас ждут когда вас будет много денег и примете эти последствия и и поймёте, что с этими последствиями делать, то у вас будут деньги. Плюс второе — это деньги, это перемены. Когда вы находитесь в потоке, постоянно идя в новое, в страхи ваши, в тёмное, в негативное, то, что вам не нравится, и пробуйте это полюбить, осознать, и не сидите в комфорте, а расширяйтесь, идя в какой-то дискомфорт, идя по своему импульсу, идя по своему желанию, не тормозите себя, а вот просто делайте, потому что не можете делать, наслаждаясь этим процессом. Тогда эти перемены у вас жизненные возникают, и этим переменам сопутствуют деньги. Всегда, идя в любые перемены, всегда сопутствуют деньги. Вы где-то застряли в каком-то своём комфорте, вы боитесь что-то сделать, что-то реализовать, у вас много страхов, они все блокируют нам деньги. Если хотите разобраться, начните с бесплатного просмотра на YouTube сериала «Деньги». Ссылка в шапке профиля, попадайте в топ-линк, либо возьмите книжку, она стоит там 500 рублей. Но, уверяю вас, после прочтения этой книжки, вам придут деньги, потому что каждый, кто её покупает, мне присылает отзыв, что во время прочтения этой книжки, либо позже, сразу же приходят деньги. Это для меня тоже какой-то нонсенс, я примерно понимаю, как это работает, но всё равно каждый раз удивляюсь от этих отзывов. Ну и плюс при условии, что вы выполните там коротенькие задания в этой книжке. Плюс марафон у меня есть, стоит 50 евро на месяц. Вы приходите и тысячу шаблонов разбираете вместе с другими участниками, и там уже эти шаблоны разобраны, написаны, разобраны. Вам надо хотя бы их просто читать и вникать в это. Ну и плюс добавлять свои, если вдруг какие-то у вас ещё возникают препятствия. То есть по поводу денег, этот вопрос, ну, лично у меня закрыт, и имею в виду закрыт не в том плане, что у меня деньги нет, я не про это имела в виду, а про то, что я уже всё, что можно было сказать про деньги, уже сделала и курс, и литературу, и видео, и это всё вам доступно. Начните с бесплатного сериала. Так что я думаю, что вам он поможет. Нормально, как развивать женственность в себе, как растёт борода. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас женственность. Мы очень много с вами, много, вот прям очень много хотим, при этом не понимая, что это такое. А когда мы не знаем, куда идти и что искать, мы, естественно, никуда не идём, мы это не ищем, потому что мы не понимаем, что это такое. Мы, допустим, хотим свободы, не понимая, что такое свобода. Но если я вам объясню, что такое свобода, вы перестанете её хотеть. Если вы хотите комфорта, я вам объясню, что такое комфорт, вы перестанете его хотеть. То есть каждый раз, когда вы чего-то хотите, вы не вникаете в суть вот этого слова и что оно может дать. Вот, например, свобода. Я хочу свободы. Это что такое эфемерное, даже не могу описать, вот как многие это говорят. Но я хочу свободы. Деньги — это свобода. Во-первых, деньги — это не свобода, это уже привязка к деньгам. Это как минимум не свобода, вы привязаны к деньгам. Вот. Свобода и деньги никак не в синхроне находятся. Но вы почему-то все думаете, что деньги — это свобода. Ну, ладно, свобода действий. Но действовать вы можете, как и без денег. У вас есть руки, ноги, глаза. Это жизнь. И у вас есть всегда свобода выбора. Кстати, мы больше ничего, кроме свободы выбора с вами и тех принятых решений, которые каждую секунду принимаем, больше ничего не можем уметь в этой жизни. Все остальное — это вот иллюзия и киношка. И каждый раз мы проживаем новое кино, каждую секунду. И вы ничем не можете обладать, вот кроме свободы выбора. Я еще глубже хотела про свободу рассказать, что, например, если бы вы были свободны, ваше тело просто бы разлетелось бы на молекулы, и вас бы не было. И вы не могли бы ощущать эти классные чувства и жить. Понимаете? Если бы вы не уплотняли в плотную форму, вы проявлены в материи, то есть вы уплотняете в плотную форму все свои чувства вовне, то есть вы проявлены вовне. Вы же не только тело, вообще весь мир и все продолжение за вашим телом. Вы тот творец, ты и та божественная частичка. Понимаете? Вы не просто человек с набором программ в этом теле. Это просто часть проявленного вас. Но вы намного больше, чем вы думаете о себе. Вы — это все эти чувства, которые подавлены, не подавлены, проявлены, не проявлены. Вы — божественное сознание. И тот наблюдатель, который создаёт своим сознанием и своими чувствами вот этот весь божественный, прекрасный мир и вот эту вот киношку, которую мы наблюдаем. И говоря о том, что мы создаём в плотную форму все эти чувства вовне, мы уплотняем, делаем некую связь, чтобы это чувствовать, это щупать, этим пользоваться, в это играть, это рассматривать. Если вы хотите свободы, то вы хотите просто, чтобы ваш мир нахрен разлетелся, и вы были ветром. Зачем её хотеть? Мы, например, специально делаем семейные отношения и связываем в связи друг с дружкой себя, с какой-то частичкой себя другой, чтобы поиграть в эту игру семейных отношений, потому что мы так в семье познаём друг дружку, вернее, себя мы познаём в семье через отношения. Мы уплотнили форму кружку для того, чтобы из неё пить чай. Мы сделали себе да всё что угодно вы в мире видите, вы это всё в несвободную форму уплотнили, чтобы с этим играть, поэтому стремиться к свободе это какой-то вообще бред и абсурд. Зачем вам становиться ветром? А как же жизнь? Как же жизнь? Зачем вам эта свобода? Либо какой я вам говорила ещё шаблон? Вы все хотите свободы? Что там ещё говорила? Рассоздать сразу вам. А, комфорт. Вот, представьте в комфорте себя или птичку в клетке. Да, всё одинаково, всё понятно. Как бы всё. Апатия и уныние. В комфорте мы не развиваемся, мы не растём, мы не двигаемся. То есть наша жизнь останавливается. Где в комфорте жизнь? Вообще скажите, пожалуйста. Жизнь, она течёт и меняется всё время. А комфорт – это некое пограничное состояние, постоянное состояние. некое какое-то окружение, к которому мы привыкли. Нету здесь жизни. То есть комфорт – это, блин, ваша остановка, ваша смерть. Не говорю физическое, но, по крайней мере, божественное. И стремиться к комфорту – это тоже полная бредядина, потому что это не жизнь. Полюбите свой дискомфорт, люди, потому что это вас двигает и развивает. Так, давайте дальше. Как отделить то, что говорит ум, от интуиции? Да вы вообще не пытаетесь ничего отделять, вы чувствами своими живите. Вот я чувствую, мне туда надо, и туда идите. А ум, он всегда вам даёт определение. Он всегда анализирует, он всегда сравнивает. Ум всегда говорит вам, что правильно, что неправильно, что нужно, что не нужно. Что у нас есть какие-то определённые о себе эго рамки, представления. И мы понимаем, что вот я такая, я вот женщина-вамп, и мне надо придерживаться вот такой роли. Либо я вот милая и хорошая мама, мне надо придерживаться этой роли. Либо я такая вся скромная и хорошая, мне надо придерживаться этой роли. То есть ум постоянно вас держит в каких-то представлениях о себе и пытается эту роль удержать вас. И вы всегда начинаете думать головой о том, что вот это я сделаю, меня осудят. Люди же привыкли к другому моему поведению. Я же всегда хорошая, а тут как я вот возьму и вот скажу ему, что вот он не такой Петрушка, или я это делать не буду, или я не хочу это делать, я туда не пойду, либо правду скажу. То есть мы всегда пытаемся умом проанализировать. Анализируем нашим опытом, нашими шаблонными мышлениями, нашими программами. То есть мы примерно помним, что мы так попробовали, получили вот такую ответную реакцию. И нам кажется, что эта реакция постоянно будет такая. Но если наше убеждение, опять же программа такая, повторяются опыты, тогда эти опыты и будут повторяться. Если вы себе говорите, я ничего не знаю, но мне интересно, как сейчас будет по-другому, то вы увидите по-другому. Наша правда всегда подтверждается. Вот во что вы верите, во что вы думаете, вот всегда оно подтвердится и отразится вовне. Поэтому перестаньте анализировать, перестаньте сравнивать, перестаньте тащить ваш багаж старого опыта, что он будет повторяться в сей час. Не будет он повторяться. Наш каждый миг новый, уникальный, неповторимый. И не обязательно этот старый опыт, что он повторится. Если мы убеждены, что он повторится, он будет повторяться. Но если вы допускаете, что жизнь, она всё время новая, то у вас всегда будет по-новому и по-другому. Поэтому не нужно тащить вот этот багаж старых ваших знаний. Всегда отвечайте себе, так, а что я так решила? Интересно. А как будет сейчас по-другому? Понаблюдаю. И делайте какие-то действия, которые вы бесконечно делаете одинаковыми, по-новому. И тогда, естественно, у вас и результаты будут другие. Так. Вот мне сколько раз ответы приходили. Идти в свои страхи. Там проявления мои. Получается находить то, что мне стрёмно делать, типа, ну страшно эфиры вести. Значит, туда это моя перемена. Ну да, конечно. Об этом мы всё время и говорим. Человек, который выходит на сцену, даже если он там тысячу раз был, он всё равно всегда боится, испытывает некий мандраж. Но когда он переступает вот эту черту и начинает говорить, его уже не остановить. Такой поток вдохновения, такой поток энергии. Ведь страх — это просто сигнал вашего тела о том, что вы подошли к двери, за которой вы ещё не заходили. То есть у вас есть некий определённый образ о себе, некий определённый такой масштаб вашего поведения, не знаю, как сказать, каких-то... Короче, вы всегда находитесь в каких-то рамках, в которых вы себе позволяете действовать. Страх — это дверь ваша, когда вы выходите из этого чувства комфорта, где вы ещё так не действовали, ещё так не делали, ещё не понимаете, какая будет ответная реакция, вы ещё не понимаете, что там. Но вот там как раз-таки вся ваша сила — это ваше расширение. То есть мы представляем себя вот таким вот кусочком, а если выйти из-за вот этой вот области комфорта, мы расширяемся, то есть выходим дальше. Естественно, вся сила в расширении, вся сила там. И, конечно, нужно идти в свои страхи. Страхи бывают разные, конечно же. Выйти на сцену, пауков, либо я боюсь там умереть, либо что у меня ребёнок умрёт. Страхи разные, и все их нужно прорабатывать либо в реальности, либо ментально. Страх — это то, куда душа ваша просто мечтает пойти, и, возможно, для этого и весь этот путь вы проходите, чтобы получить именно этот опыт. Этот опыт не обязательно получать в реальности, можно его получить ментально. Вот страх сцены, конечно, лучше реально сделать. А если страх, что ребёнок умрёт, надо осознать, почему я этого хочу. Потому что если у вас есть такой страх, значит, реально вы хотите чтобы ваш ребёнок умер подсознательно, вы хотите. Ваш ум будет тысячу раз сопротивляться и будет говорить, да как же так, да я же хорошая мать, да никогда в жизни бы я не подумала о том, чтобы мой ребёнок умер. Но если у вас есть такой страх, а я знаю, что у многих мамочек есть такой страх, потому что часто обращаются с таким вопросом ко мне на консультациях, и, если честно себе признаться, то да, вы хотите. Почему? Здесь уже другой вопрос, здесь уже другой ответ. Не занимайтесь своей жизнью. И ребёнок вам просто мешает. Ребёнок — это ваша отговорка, почему вы не занимаетесь своей жизнью. Мне некогда, у меня ребёнок, мне нужно его воспитывать. Но ребёнок — это тоже человечек, такая божественная частичка, которая тоже пришла в этот мир познавать себя, которая пришла расширяться. и ребёнку нужен свой опыт. А мы, родители, начинаем навешивать на него свой. И пытаемся учить детей. А детей надо не учить, а вдохновлять, получать свой опыт. воспитывать детей не с чувством, что он должен быть лучше, сильнее, выше и реализовать нереализованные мечты родителей, а просто вдохновлять его искать свой путь и не пытаться ему вообще навязывать свои шаблоны и свои программы. И когда мы полностью растворяемся в детях, у нас появляется тот самый страх, который нам сигналит о том, что ребёнок сейчас полностью заменил нам нашу жизнь. Мы не занимаемся собой. Мы занимаемся чужой жизнью. Как бы вы его не любили, любовь, забота и навешивание своей жизни ему – это вообще разные вещи. Все путают почему-то. Любовь и проживание жизнью ребёнка – что это одно и то же. Нифига не так. Нелли, как чувствуешь, можно ли войти в одну воду дважды, вернуться в отношения с бывшим мужем? Ну, в воду-то нет, а вернуться в отношения с бывшим мужем можно, потому что бывший муж не вода. Вот, вода-то уже утекла. Когда вы встречались с мужчиной в первый раз со своим мужем, в первые разы вы были на одной волне, потом вы расстались, потому что ваши пути разошлись, у вас было другое восприятие, у вас был один рост, а у вашего мужа другой рост. Вы пошли разными дорогами, восприятие этого мира были на разных вибрациях, поэтому разошлись. Если сейчас ваши пути опять сошлись, и вы чувствуете, что вы на одной волне, то есть вы выросли, ваш муж тоже вырос, вы поменялись, вы другие, вы не те, кто были раньше. Мы всё время меняемся, но почему-то пытаемся думать о том, что человек не меняется. Нифига подобного. Мы меняемся всё время. Вот, и сейчас, если вы с ним опять на одной волне, почему бы не сойтись? Но вот это вот, ваш новый союз со старым человеком не должен держаться на старых воспоминаниях. То есть вы, если с ним сейчас сходитесь заново, то не навешивайте на него те старые воспоминания о нём. Он уже другой, он не такой, и вы другая. Поэтому вам нужно изучать его заново, он другой. Не пытайтесь тянуть все те вещи, которые вы о нём знаете, опять вот в это настоящее. Забудьте всё, что вы о нём знали, и начните изучать его заново. Причём не его вы будете изучать, а вы будете на него смотреть и изучать себя, потому что каждый человек — это наше продолжение, и мы на него можем смотреть как в зеркало, для того, чтобы расширяться, впознавая себя. То есть мы со всеми людьми резонируем для того, чтобы какую-то частичку себя увидеть, которую мы не видим, и становимся там равными душами, и всё такое. Вот когда мы себя расширяем через другого человека. То есть не навешивайте на него прошлые знания о нём. Вот такие дела. Как любить себя? Всё время занижаю себя, обесцениваю свою работу, не могу брать достойные деньги за неё. Спросить себя, зачем вы это делаете? Ну вот зачем вы это делаете? Если у вас есть реальное желание любить себя, тогда включите свой фокус внимания. Вместо того, чтобы занижать себя, хвалите. Вместо того, чтобы обесценивать, находите в каждом своём действии, в каждом кусочке, моменте своей жизни классное, и сравнивайте себя, прошлую с настоящей, как вы выросли. то есть мы обесцениваем себя, когда сравниваем себя с другими людьми. Но выкруг, он квадрат. Как это можно вообще сравнить? Каждый уникальный пазл в этой картине мира, в этой природе нету ни одной песчинки, ни одной совершенно, которая могла бы друг на дружку была бы похожа, одинаковой. Да, ну чем-то похожи, понятное дело, но нет одинаковых в этой жизни. Эти все песчинки, люди, собаки, кошки, деревья, листики, всё что угодно, они не похожи, не сравнимы, невозможно сравнивать. А вы себя сравниваете. Вот он лучше меня. Да откуда вы знаете, лучше он у вас или нет? Это несравнивые вещи. Но если вы начнёте сравнивать себя вчерашнюю и себя настоящую, вы увидите рост. Себя там месяц назад и себя сейчас, вы увидите рост. То есть вы будете вдохновляться, когда будете себя с собой же сравнивать, а не с другими людьми. Вот. Поэтому перестаньте это делать. Есть такое классное видео, Stop It называется. Пришёл человек к психологу, говорит, слушайте, я боюсь коробок. Stop It. Не, ну я реально захожу в лифт и вот в замкнутом пространстве я его боюсь. Stop It, говорил психолог постоянно. И классное видео. Просто прекратите это делать. Ну прекратите это делать. Я обецениваю себя. До какого хер ты это делаешь? Просто прекрати это делать. Подходи к зеркалу, посмотри, какая ты классная. Какая ты классная. Просто вот ты уникальная. И нет такой, какая, нет ничего похожего в этой жизни. Зачем вы это делаете? Наверное, вы мазохист просто. Вот вам нравится быть мазохистом и всё. Типа, пожалейте меня. Я такая бедная, несчастная. Ну-ка скажите мне в обратку, что я не такая. Вот. Знаете, что люди, которые себя обесценивают, ноют постоянно, это самые большие эгоисты в жизни. Они просто доят других людей на внимание, на то, чтобы их пожалели, за то, чтобы там помогли и так далее. Бегите от таких токсичных людей. Вот. И я бы от вас тоже бы убежала и не дружила бы, потому что такие петрушки, которые вы на самом деле сильно-сильно себя настолько любите, что вам надо это вообще другим показать, чтобы вас оценили и сказали, да не так это всё, прекрати, ты хорошая, ты классная. Вытешите своё эго. Вот и всё. Начала с хорошего, закончила вот этим. Ну, говоря правде в глаза, вот все вот эти ноющие люди, наоборот, очень сильно себя любят и требуют просто бесконечного внимания к своей персоне. А вы начните разглядывать себя в зеркало, какая вы классная, замечательная, и перестаньте это внимание тянуть у других людей. И перестаньте сравнивать. Вот такие пироги. Сижу на скамеечке, наслаждаюсь эфиром мель. Спасибо. Я на стульчике сижу и кайфую тоже с вами. Хочу проект развивать инвестиционный ради денег, но ещё есть интерес настоящий, что-то новое пустить, знакомство, обучение, значит, не из-за избытка с интересом и увлечением всё получится. Так, подождите, я сейчас помедленнее перечитаю. Хочу проект развивать инвестиционный и ради денег. Если ради денег, а не ради наслаждения, он у вас всё равно рано или поздно рухнет. Делайте это ради процесса, делайте в этой жизни всё ради процесса. Зачем вы гоняетесь за этими целями? Когда вы достигаете цель, у вас всегда идёт грусть, апатия и нет там энергии. Когда вы заранее уже знаете, знаете, обращая ваше внимание, чего вы хотите и чего вы получите и примерно обрисовали себе, что вам нужно, там нет энергии, запомните это. Там нету того роста и той радости, к которой вы стремитесь. Энергия – это не что-то такое. всё время говорю энергии нет. Но сейчас я слово энергии просто обозначаю как состояние комфорта, радости, удовлетворения. Вот я сейчас энергию заменила вот этими словами. То есть это не та энергия, которую всё время говорите. Я сейчас, когда употребляю слово, маленькая ремарочка, слово энергии – это вот это ваше состояние. Класс! Вы наполнены, вам кайфово! Когда вы знаете, там энергии нету. Потому что творчество, творец, Бог творит, творит, да? Творчество. Это новое. Новое – это то, что вы не знаете. Если вы заранее знаете, что вы собираетесь сотворить, как оно будет, какие шаги туда, к этой цели предпринять, что сделать, там энергии нету. Это не то, что вас будет удовлетворять, делать радостным, счастливым. И это абсолютно не то, что сделает, блин, опять повторюсь, счастливым вас. Творчество – это процесс, это не конечная цель. В творчестве вы не знаете, что у вас получится. Вам интересно узнать, что у вас получится. Вот это творчество, когда вам, ещё раз повторю, интересно узнать, что у вас получится, а вы не знаете. Потому что именно вне знаний интерес лежит. А интерес – это и есть тот импульс, который исполняет ваши желания. Интерес – именно тот толчок, который пнул там шарик. Вот вы пнули шарик, он покатился по инерции, он покатился в потоке, он просто катится, и на него не действуют никакие силы. Потому что первая сила была приложена к этому шарику, когда его толкнули. Вот эта вот первая сила – это ваш интерес. Но интерес лежит вне знаний. Нам интересно, когда мы не знаем. Потому что если мы уже знаем, нам уже неинтересно, мы это уже проходили, это видели. То, что мы уже в голове себе обрисовали конечную цель, она нам уже… мы умом думаем, что интересно это достичь. Ни хрена подобного. Когда вы этого достигнете, пропустив весь процесс творения этой цели, вы будете разочарованы. Вспомните, сколько раз вы в жизни разочаровывались, достигая какой-то цели. Либо радовались, но эта радость была искусственная и не настоящая. Вам кажется, что она настоящая. ну 5-10 минут, ну день. Хотели вы там квартиру, да, получили квартиру, вам сейчас там комфорт и так далее. Ну что, вы это не оргазмы там получаете сейчас. Кайфуете, вы счастливы. Я в квартире каждый день. Просыпаетесь. Я в квартире. Боже мой, у меня есть квартира, я 10 лет ее назад купила и все 10 лет, каждые 5 минут квартира. Вы вообще кайфуете? Нет. Вы даже не замечаете, что у вас есть квартира, у вас там еще миллиард там других желаний и вы не наслаждаетесь тем, что у вас есть. Я к тому, что перестаньте гнаться за конечной целью. Вот наша жизнь это процесс проживания. Конечная цель жизни это смерть. Мы же не стремимся к смерти. Мы же стремимся эту жизнь прожить с кайфом. Ну, по идее, мы так должны стремиться. Но никто не хочет этого делать. Все хотят конечной цели и никто даже не наблюдает эту жизнь с кайфом сейчас. Учитесь наслаждаться жизнью сейчас. Когда вы в процессе каждого мига, каждого вдоха, каждого шага, каждой вот штуки, которую бы вы ни делали, там, готовили, пели, смотрели что-то, там, я не знаю, ложились спать. Я вот когда ложусь спать, для меня это состояние вот просто реальной эйфории. Я такая, блин, я ложусь спать, там сейчас такой чудесный сон вижу. Я такую благодарность испытываю каждый раз, когда ложусь спать. А когда я утром просыпаюсь, я просыпаюсь сейчас с улыбкой, и, блин, я проснулась, а миллион людей сегодня не проснулись. А я проснулась, у меня ещё целый день. И начинайте этот день с прекрасных мыслей, и доведите его до конца, наслаждаясь этим днём. Ну, почему вы это не делаете? Потом спрашиваете, у меня нет денег. Да потому что деньги вам не нужны, желания вам не нужны, вам нужны чувства и эмоции, которые вы хотите испытывать. И они, эти чувства и эмоции, все подвластны здесь и сейчас. Вы можете эти чувства все проецировать, все выплёскивать. Но вы чего-то ждёте, вы ждёте, вот когда у меня будут деньги, вот когда я на них что-то куплю, вот когда я куда-то поеду, изучу, вот тогда я типа порадуюсь. И вы в эту жизнь 99,9% проживаете в унынии, и только 1% это, наверное, во сне вы счастливы. Так, а зачем вы тогда живёте вообще, скажите, люди, если вы даже не хотите вот, вот, жить, вы не понимаете, что такое жизнь, не понимаете. Добрый день, Нелли, вы проводите эфиры в Клабхаус? Ещё не проводила, я только собираю подписчиков, и все подписчики, я вот, у меня такой страх, что меня не знают, их надо подогреть, и все подписчики, какие-то умные, супер-заумные, мега-психологи, таргетологи, рекламщики, мне кажется, я им буду вообще неинтересна, мне надо свою аудиторию отсюда перевести туда, подписывайтесь на меня в Клабхаус, у меня такой же ник там, как и здесь, вот, и может быть, когда нас будет побольше, или хотя бы 10 человек, кто в теме, давайте соберёмся, откроем комнату, а уже там, которые будут заходящие, пофиг на них, короче, я боюсь дойти в страх, так, сегодня кайфовала, кушала воздушный творожок, это божественно, да, согласна, это божественно, я тоже покупаю творожки, а вот если бы вы сделали бы акцент не на творожке, а перечислили сразу бы 50 вещей, от которых вы бы сегодня кайфовали, тогда бы я сказала бы, да, вот вы сегодня кайфовали, но кайфовать одну минуту или 5 минут в день, это вообще, это ужас просто, это кошмар, ну как так жить можно, скажите, пожалуйста, вот так, потоп, что утекло, где себе что-то задала, еще это женская энергия, да, это вам подсказочка была тем, кто там про потоп говорил, да, 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 кофта теперь розовая, фильтр поправили, нет, кофта не розовая, да, кофта розовая, это вообще другая кофта, у меня их очень много разных цветов, просто, так, дети сильно кашляют, не могу найти в себе, где что-то зажало, что кому не высказало, ничего найти не могу, да, вы миллиарды чувств в себе зажали, вы думаете, что вы счастье, любовь и радость, и куча всего будете испытывать, когда что-то там достигнете, купите, увидите, навыки в себе прокачаете, станете лучше, сильнее, умнее, кому-то чего-то докажете, станете там весомее, интереснее, и тому подобное, вот, это всё про это, что вы зажимаете каждую секунду вообще себя, и дети пытаются вам это показать. Спешила, подскользнула, осипала, встала и спешу дальше, сейчас осознала, что даже не обратила внимания на то, что упала, вот видишь, вот мы так и живём, бессознательно, как роботы, не понимая, что мы в этой игре не только режиссёры, но ещё и актёры, и нам надо с таким божественным актёрским мастерством отыграть каждую роль, но мы не отыгрываем. Если вы будете включать себя и вспоминать то, что вы сейчас на сцене, вы актёр или актриса, если играем, так играем, если гнев, так бьём тарелки, отыгрываем на всю мощь, если любим так настолько сильно, если смеяться, то не вот так вот, а чтобы ржать на всю катушку, понимаете, начните наблюдать за собой, и как вы, блин, зажаты по жизни, то есть все наши эмоции, все наши чувства надо выплёскивать, творчески вспоминайте, вы актёр, и вы режиссёр, и вы смотрящий на это всё дело, смотрите на себя со стороны, как бы, отыграли вы свою роль сейчас все эти чувства, которые хотели показать, или нет, отойдите как бы так по сторонку от себя, посмотрите со стороны, так, у меня сейчас уныние, надо отыграть это уныние, так, чтобы оно просто, вот прям, ну, супер в унынии быть, и прям, всё, я обиделась, и представьте, вот это актёрское мастерство, как круто, взять и отыграть это уныние, да вы ржать будете, потом, через короткое время, у вас радость наступит, потому что вам классно будет, вы отыграете эти чувства, которые просятся наружу, но вы хотели быть в унынии, но вы недовольны, что вы в унынии, ну, так вы уже либо насладитесь, либо не будьте в унынии, то есть, постарайтесь себя выводить из любых состояний, отыграв их на полную катушку, станьте актёром, представьте, что вы на сцене, реально, просто на сцене, либо сейчас вот камеры везде вокруг, а вы играете на сцене, и вам нужно отыграть повариху класс, уборщицу дома классную, прям там, музычку включили, со шваброй потанцевали, отыграйте, и ваша жизнь будет наполнена, насыщена, вы увидите, сколько будет перемен, но когда вы в таком ресурсном состоянии, это вот ресурсное состояние называется, вы поймёте, вот вы только подумали, оно случается, только пожелали что-то, оно случается, захотели, чтобы вам какой-то человек из прошлого написал, он тут же вам пишет, тут же звонит, когда вы находитесь в потоке, а это ресурсное состояние, позволяя любым чувствам быть, позволяя им проявляться, то вы будете счастливы, вы будете в осознанном состоянии, а вот не вот в этой вот роботизированной спячке постоянной, у вас же действия все в жизни машинальные, ваши мозги всё время прокручивают какую-то прошлую хрень, которую не достаёт снова, либо от которой хотите избавиться, ну если вы от неё хотите избавиться, перестаньте её прокручивать и думать, либо, ну чтобы перестать, надо переключить фокус внимания, просто думать о чём-то другом, мы не можем отключить свои мозги, это невозможно, это скажет вам любой психолог, но мы можем переключить фокус внимания и насладиться чем-то другим, перестаньте прокручивать будущее, оно ещё не наступило и вряд ли наступит, мы всегда в настоящем моменте живём, так вот давайте вот этот миг украшать, я вообще пришла вас просто вдохновлять и ничему не учить, у вас должны быть свои мозги, ну вдохновляйтесь жить, вот просто жить, все говорят, это чушь несу, там какую-то фигню, там на ютюбе все говорят, я впариваю там, вообще, я не знаю, я ничего вам не впариваю, я впариваю вам хорошее настроение, я впариваю вам вдохновляться жить здесь сейчас, наслаждаться этим мигом, любить себя, любить всех вокруг, если вы себя любите и живёте по своим желаниям, ну вы автоматически не можете не любить других людей, потому что если вы понимаете, что весь мир это ваше продолжение, ну как же его можно-то не любить, не говорю,